Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и смотрите это видео. Меня зовут Настя, я делаю видео про макияж и косметику. Сегодня, друзья, мне бы хотелось вам показать вариант вот такого осеннего макияжа. На него меня вдохновили осенние краски. Это немножко оранжевые, желтоватые, немножко зеленого цвета. Темные губы, конечно же, хорошо дополняют этот макияж, потому что, в принципе, осенний макияж всегда ассоциируется с каким-нибудь темным цветом губ. И мне очень нравится именно сама цветовая гамма этого макияжа. И, в принципе, мне кажется, получился достаточно удачный образ. Я очень надеюсь, что он вам тоже нравится. И, пожалуйста, если так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, делитесь этим видео с друзьями, это мне очень сильно поможет. И если вам интересно узнать, как я сделаю этот макияж, то оставайтесь и смотрите дальше. Ребята, сегодня наш макияж глаз будет достаточно простой, поэтому весь сегодняшний образ я начинаю с макияжа лица. Вначале наношу базу, у меня это серум от L'Oreal. Он продается только за границей, к сожалению. Но, если вы вдруг его увидите, очень советую купить, потому что это легкая сыворотка, которая увлажняет кожу и быстро впитывается. Далее, для того, чтобы замаскировать далее хорошо свои синячки под глазами, я наношу персиковый корректор только на сам синячок и растушевываю пальчиком. Этот шаг вы можете пропустить, если у вас нет таких сильно выраженных синячков под глазами. Но для меня этот шаг, к сожалению, обязательный. Далее я уже беру тональную основу. У меня сегодня Make Up For Ever Stick Foundation HD. Я наношу вот таким образом сначала эту тональную основу по всему лицу. И далее использую синтетическую кисть. У меня в данном случае Face Expert Brush от Real Techniques. И вот такими крутящими движениями распределяю эту тональную основу по всему лицу. Пробовала я ее растушевывать бьюти-блендером, либо другим влажным спонжем. К сожалению, работает не так хорошо. Лучше для этой тональной основы использовать кисть. Чтобы перекрыть все недостатки, которые все еще видны после нанесения тональной основы, я использую консилер у меня Naked Skin от Urban Decay. Я этот консилер наношу под глазки в виде перевернутого треугольничка, так как такой метод позволит подсветить эту подглазную зону. И также наношу на все те участки, где мне не хватает покрытия. Мне хочется еще больше замаскировать все проблемы, что у меня есть. Растушевываю консилер также той же кисточкой от Realty Plus. Я практически всегда закрепляю все кремовые текстуры пудрой. И для того, чтобы закрепить консилер под глазками, я использую пудру HD от Elf. Она специально создана для подглазной зоны. Она ее подсвечивает. В ней нет шиммера, она просто слегка розового оттенка. А для того, чтобы закрепить тональную основу по всему лицу, я использую пудру Affinitone от Maybelline. То, что мы закрепляем наш макияж пудрой, поможет, во-первых, заматировать лицо, во-вторых, продлить стойкость макияжа, и, в-третьих, поможет всем будущим сухим средствам, то есть румяным, бронзуру и прочим средствам, лечь ровно и без пятен. Теперь переходим к проработке бровей. Я буду использовать свой любимый карандаш. Это NYX Micro Brow Pencil. У меня в цвете, по-моему, Тау. Точные цвета всех продуктов, что я использовала, будут написаны в описании к этому видео, как всегда. Я использую, как всегда, очень легкие штрихи, заполняя пробелы, которые у меня, конечно же, есть. Что я не делаю, это не рисую четкую линию наверху. Я рисую лишь четкую линию внизу, по низу брови. Это позволит сделать ее аккуратной, но не слишком очерченной, не слишком грубой. И после того, как я прокрасила бровь, я обязательно прочесываю ее, чтобы растушевать цвет, и чтобы она смотрелась более натурально. И теперь закрепляю эффект. Я использую для этого гель от Maybelline. У него очень интересный аппликатор, плоский. Вначале нужно было приноровиться с ним работать, но сейчас он мне нравится, и у него есть в составе фибры, которые делают ваши брови еще более пушистые. Теперь переходим к макияжу глаз. Как основу я сегодня буду использовать белый карандаш от NYX в цвете Milk. Наношу его на все подвижное веко, также немножечко захожу на внутренний уголок и затем растушевываю пальчики. На всем веке у нас будет использован лишь один цвет, и это вот такой вот желто-оранжевый оттенок. Мне кажется, это вообще олицетворение осени. Мне очень в последнее время очень хочется использовать этот цвет на всех макияжах. Его я наношу на плоскую, но при этом пушистую кисть для тушевки. Это типа мак 217. И наношу его от ресниц и до складочки века. В робитальную складку я уже прорабатываю, когда на кисти практически нет теней. Это позволит создать такой градиент от темного у ресниц к светлому около бровей. Также этим оттенком я прохожусь по нижнему веку. И чтобы наши реснички смотрелись более пушистыми, я беру темные коричневые тени. Вы можете взять черные. Я нанесла их на скошенную плоскую кисть и проштамповала вдоль ресничного ряда. Вы можете этот шаг пропустить, но я решила добавить интересный цветовой акцент в наш макияж. Для этого я взяла зеленый карандаш от Maybelline. Очень красивые у них есть карандаши в этой линейке. У меня зеленый оттенок, и его я нанесла на нижнюю водную линию. Это позволит сделать наш макияж чуть более интересным, цветным, добавить интересный цветовой акцент. Но вы можете либо вообще пропустить этот шаг, либо заменить карандаш на черный, коричневый, бежевый, какие-нибудь нейтральные цвета. Теперь я беру тушь и прокрашиваю сначала нижние ресницы, затем верхние. Теперь хайлайтер, который я буду использовать на лице, я использую для того, чтобы поставить блик во внутренний уголок глаза. Это позволит нам распахнуть взгляд. И также его, блестящий этот хайлайтер, я добавляю под бровь. Обычно под брови я использую матовые оттенки, но сегодня у нас макияж достаточно простой. Он еще и в матовой текстуре, поэтому я решила такой блестящий все-таки блик добавить под бровь. Теперь переходим к макияжу лица, чтобы немножечко придать нашему лицу после лета оттенок загара. Я воспользовалась темной пудрой от KIKO. Эта пудра просто она самого темного оттенка. Далее я воспользовалась румянами от фирмы Makeup GIF. Как видите, я с ними переборщила, но это не страшно. Я взяла кисть, которую наносила пудру и просто не набираю на нее никакой дополнительной пудры, лишь работаю тем, что есть на кисти. По такими крутящими движениями прохожусь по румянам и бронзеру, тем самым немножечко снижая насыщенность цвета. Теперь воспользуюсь хайлайтером, который как раз-таки я использовала и на глазках. Это Mary Luminizer от The Bum. Его я нанесла на скулы, также совсем остатки на кисти, на нос. И обязательно не надо галочкой над верхней рукой. Ну и какой же осенний макияж без темных губ? Я сегодня воспользовалась матовой помадой от фирмы Colourpop. Цвет тоже не помню, но он, как обычно, все и остальное будет написано внизу. Шоколадный, немножечко с фиолетовым оттенком цвет, мне кажется, супер-супер добавляет этот макияж. И на этом наш образ готов. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Если так, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в следующем видео. Всем пока!